Фикусы, герань и алоэ. В городской теплоэлектроцентрале номер два расположился цветущий сад. Выращивают там различные растения, которые ежедневно радуют глаз сотрудников. Не так давно предприятие заказало несколько видов флоры из Москвы. Подробности в сюжете. Теплица площадью 375 квадратных метров построена еще в советское время. Здесь растили овощи, но теперь располагаются разнообразные комнатные растения. Высаживает и поливает их Василий Костюков. Трудится мужчина около года. На сегодняшний день оранжерея насчитывает более ста видов флоры. С утра мы начинаем, как полагается, это по территории. Мы боремся с сорняками. Потом после сорняков идет поливка у нас. Вот, смотрим, какой цветок упал. Мы его поднимаем, подвязываем, делаем соответствующий вид. Потом мы приходим сюда во вторую половину дня и занимаемся оранжереей. Здесь поддерживается оптимальная для растений температура – 30 градусов по Цельсию. Благоприятные условия создаются в том числе и в зимнее время. Оранжерея стала излюбленным местом отдыха сотрудников. Мы смотрим, чтобы каждый цветок был на своем месте. Каждому цветку, чтобы было солнце. Если кто-то что-то затеняет, то мы стараемся этот цветок как-то пересадить, чтобы каждый цветок получал свои лучшие солнца. К сожалению, насладиться оранжереей петропавловцы не могут, так как теплоэлектроцентраль является режимным объектом. Тамерлан Тлюбаев, Улан Адарас, Денис Кузнецов, Служба новостей.